Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТ. В студии работает Ирина Караман. В начале выпуска коротко о главных темах дня. Проект бюджета Гагаузии на 2025 год обсуждался в ходе публичных слушаний. В Камрате прошли слушания по проекту бюджета города на следующий год. На реконструкцию дорог в муниципе Чадрелунга выделено 18 миллионов леев. Конституционный суд утвердил результаты второго тура президентских выборов и победу в нем Майи Санду. Решение окончательное и не может быть обжаловано. Заседание продолжалось с самого утра, а в 4 часа судьи ушли на последнее совещание. Тем временем у здания суда протестовали социалисты и их сторонники. Они требовали отмен результатов. Также они хотели, чтобы их представители допустили на заседание. Но судьи, посовершавшись, отказались. Как заявила председатель Конституционного суда Домника Маноли, на утверждение результатов могут присутствовать представители ЦИКа и кандидатов. Пятый международный педагогический форум, прошедший в Гагаузии, собрал более 700 участников из более чем 10 стран, подтвердив свой статус ключевой образовательной площадки региона. Форум стал не только местом обмена опытом, но и отправной точкой для новых идей, способных преобразовать образовательную систему. Подробности у Натальи Андреяш. Тема Международного педагогического форума «Динамичное развитие системы образования в современных условиях, стимулирующая образовательная среда». Это уникальная площадка, объединяющая педагогов, экспертов и лидеров образовательной сферы для обсуждения современных вызовов и возможностей. Образовательная сфера, в которой находятся учителя и ученики, должна быть стимулирующей. В ней мы учим и учимся. И она должна быть приятной, комфортной, современной, сказала начальник управления образования ГГУЗИ Наталья Кристева. Сегодня искусственный интеллект анализирует данные для ранней диагностики заболеваний. 3D-печать используется для создания протезов, имплантов и даже органов. Школа должна готовить детей к будущему, где важны навыки сотрудничества, критического мышления, креативности, цифровой грамотности. Должно быть создано современное образовательное пространство, которое стимулирует наших детей к самостоятельному поиску знаний, к возможности современной проектной деятельности. Этот форум является площадкой, где педагоги могут не только делиться опытом, но и разрабатывать новые подходы для модернизации образовательного процесса, отметил ректор Камрадского госуниверситета Сергей Захария. Образование – это не только простая передача знаний, но и создание условий для раскрытия потенциала каждого ученика. Важно научить сегодня не только думать, важно научить ребенка и чувствовать, мотивировать его и даже вдохновлять на творчество. И главное – убедить сегодняшнего ребенка поверить в свои собственные силы. Международный педагогический форум – это шаг вперед в развитии образования, создании новой стимулирующей среды для подрастающего поколения, отметила в своей речи Башкан Гагаузи Евгения Гуцул. Мы, как власть Гагаузской автономии, все сделаем для того, чтобы действительно система образовательная была на высоком уровне, и чтобы у наших преподавателей, чтобы у наших детей были комфортные и хорошие условия, для того, чтобы со стороны учителей дать хорошие знания, а со стороны уже учеников взять те знания, которые им дают наши преподаватели. Использование современных технологий для повышения качества образования, «Роль педагога как вдохновителя – подхода к развитию критического мышления у учеников». Эти темы обсудили эксперты во время педагогического форума. Также они рассказали о ключевых аспектах развития современной образовательной среды. На форуме была организована зона, где были представлены образовательные и дидактические проекты, которые успешно применяются в системе общего образования. В этом году очень интересно, что различные площадки, интерактивность. Мы видим, что новинки с каждым годом преобладают, потому что панели в этом году и VR, и очень интересные с QR-кодами, и линкофонные кабинеты. Мне нравится очень, что наша Гагузия в правильном русле движется, и что технологии входят в наши школы. Когда состоялся первый форум, мы не совсем представляли, что это будет, но буквально после первого форума мы просто влюбились в это мероприятие. И хочу сказать, что я уже имею четыре статьи, которые написала. Это было тоже с легкой руки наше управление образованием. Эффективное обучение и личностное развитие школьников должно вдохновлять новое поколение, считают педагоги. Преподаватель информатики лицея имени Михаэй Менеско Дмитрий Морар отмечает, что современные технологии используют как для развлечения детей, так и в образовательном процессе. Есть очень множество приложений и очень множество видео, 360 для VR-очков, которые помогают преподнести урок географии, биологии, даже и математики, преподнести его в другом формате. То есть можно все это осматривать и погрузиться в другой мир нереальный. Программа Международного педагогического форума направлена на то, чтобы участники ушли с новыми знаниями, идеями и вдохновением для дальнейшей работы, отметили организаторы. Сегодня завершается прием заявлений на компенсации за энергоресурсы в ноябре. Заявки, поданные позже, будут учтены при начислении компенсации за декабрь. Заполнить заявление можно в любой момент на платформе компенсации.gov.md. На данный момент известно, что на компенсацию подано более 660 тысяч заявок. Сегодня, 28 ноября, истекает срок заполнения заявлений на компенсацию за отопительный период. Наша съемочная группа поинтересовалась у жителей автономии, ощутима ли помощь государства для них. Я успела, спасибо. Потом, что у меня была операция, после операции я, когда услышала, сразу пошла и записалась. Скажите, это ощутимая помощь для вашей семьи? Конечно, очень даже. Очень много помогает эта помощь. Особенно мне. Я не знаю, как, никак, но мне очень помогает. Ну, за это спасибо. Да, успела. Вот помощь была, как маленькая, но была помощь. Ну, очень, очень дорогой, дорогой газ, очень дорогой, золотой газ. Давно успела. Скажите, насколько необходима эта помощь, и как она отражается в вашей семье? Ну, лично я живу одна, мне тяжело, то, что дадут, и очень согласна и довольна. Скажите, а пенсия у вас какая? Сколько составляет? Нет, тысячи. Мало. В прошлом году получили эту компенсацию? Получила, была довольна. Я успел все полностью. Успел, все. А не знаю, сколько будет давать, когда будет, начнет давать. Я дал уже. Скажите, насколько необходима эта помощь от государства, вам, вашей семьи? Я первый раз, я не знаю. А то есть в прошлые годы вы не получили? Мы потеряли много компенсации этого. Почему? Потому что гоняли то туда, то сюда. Это вы говорите, в этом году все это произошло? Да, мы сейчас дали это, после той недели мы дали. Спасибо, успели, вовремя сделали. Скажите, насколько необходима эта помощь для вас, как государству? Как и всем. Чтобы хоть по чуть-чуть, но помогли немножко. А чем вы отапливаете, скажите? Мы дровами. Для нас, для стариков уже и 10 лет, и 100 лет, тоже кажется, что большая помощь. Написали, да? Написали. Обязательно. Скажите, насколько необходима вот эта помощь вашей семье? Ну, на общем, дрова надо купить. А сейчас, говорят, опять будут поднимать этот, газ поднимется. Еще и этот, электричество его. Сколько человек у вас проживает? Мы вдвоем. Ну, спасибо, дети там все этот. Они помогают? Да, хоть дети немного помогают. Иначе не выжить его. А вот эта помощь, она ощутима для вашей семьи? Полностью. А дрова сейчас подняли цену, этот, 1150 рублей. И то, это надо поехать туда, на месте, там, в лес. В поле, в поле? Да, да, да. И своим транспортом его. На компенсации, газовед, газовед, я была. А сколько будет, я не знаю. Нужна мне, я хочу. Пенсия маленькая, но не хватает. Нет, это я сейчас, пап, я записался, но в прошлом году получал. А сколько у вас уходит дров, складометров за отопительный сезон, скажите? Я сейчас заплатил 3 тысячи за 3 складометра. Вам достаточно, чтобы перезимовать? Да, я еще дома свои деревья ореховые срубил, нечем греться. Ну, я дал опять, но я не знаю, что будет, на что надеяться, не знаю. Заполнила, первые дни еще заполнила. Скажите, а насколько необходима вам эта помощь? Ну, конечно, если все дорого, сейчас лекарства и больницы обращаются. Вот иду с зубами, зубы сейчас попробуйте сделать. Очень дорого. А чем вы обогреваетесь? Чем дровами. И дрова купили. Публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год прошли с участием представителей власти и общественников. Приоритет отдан социальным программам, направленным на оказание поддержки жителям Гагаузии, а также на сокращение оттока молодежи, увеличение уровня рождаемости, стимулирование молодежи в получении образования. Цель встречи – обсудить основные параметры бюджета и обобщить предложения по его корректировке. Глава управления финансов Гагаузии Татьяна Дойчева озвучила ключевые цифры основного финансового документа. 1,566,306,500 лев по расходам и такое же число по доходам. 1,566,306,500 лев. Проект сбалансирован, дефицита не предусматривает. Приоритетными направлениями финансирования остаются социальная поддержка, развитие здравоохранения и образование, реализация инфраструктурных проектов. Что касается доходной части проекта бюджета, то она на 2025 год включает все налоги, сборы и другие доходы, которые предусмотрены действующим законодательством. И сформировано из общих доходов в сумме 657,333,700 лев или 42% от общего объема доходной части. А также на объектах из государственного бюджета в сумме 908,972,800 лев или 58% от общей суммы доходной части проекта бюджета. В мероприятии приняли участие члены исполкома Гагаози, депутаты НСГ, представители общественных организаций. Среди ключевых тем, поднятых участниками слушаний, стали работа персональных ассистентов, увеличение расходов на благоустройство территорий и ремонт дорог, водообеспечение и другие. Работа сделана огромная и кропотливая, действительно, учитывая те сложности, с которыми мы находимся, нужна каждая из статей бюджета, основному закону, который занимается на весь год, уже на способность нашей автономии. Платят люди очень скольпевые и детально, учитывая с теми вызовами, которыми мы столкнулись в этом году, и учитывая, что как раз остались последние месяцы. Илья Узун, заместитель председателя исполкома Гагаози, отметил, что открытые обсуждения помогают повысить прозрачность бюджетного процесса. Все предложения будут переданы в профильные комиссии для детального анализа. Окончательный проект бюджета будет вынесен на рассмотрение депутатов Народного собрания Гагаози. Екатерина Михайлова, Александр Глеков, Мария Казаку, Новости Герты. В Камраде состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2020. Примар муниципе Сергей Анастасов представил основные параметры и приоритетные направления бюджета. Прогнозируемый бюджет на 2025 год в городе Камраде предусматривает увеличение доходной и расходной части на 10 миллионов леев по сравнению с текущим годом. Это стало возможным благодаря управлению местными ресурсами, росту налоговых поступлений и привлечению внешних инвестиций, отметил примар Сергей Анастасов. Предварительная сумма бюджета на будущий год составляет 138 миллионов 340 тысяч леев. Собственные доходы в муниципе Камрад составляют 73 миллиона. Это 53 процента, а трансферта составляет 43-44 процента. Это как бы хорошая работа и налоговодительщика в муниципе Камрад, и в Кремарине, потому что в других городах все наоборот, трансфертов всегда больше, нежели собственных доходов. Наибольшее поступление налогов и сборов в городской бюджет формируется за счет подоходного налога 46 миллионов 700 тысяч леев. Среди приоритетных статей расходы выделяются благоустройство города, развитие инфраструктуры, а также поддержка культурных и социальных проектов. В первую очередь самая большая статья расходов у нас детские сады 52 миллиона леев. Иногда нам говорят, что вот в вашем городе уже бюджет за 130 миллионов, вот раньше было там меньше или это неправильно, потому что садики были 21 миллион, а сейчас 52. То есть расходы увеличиваются по всем позициям. Заработные платы увеличились в разы. Если раньше у нас какие-то коллективы получали 2 миллиона, то сегодня они могут и действовать на 500 процентов. Увеличились расходы, хотя наш бюджет увеличился до 300 процентов. Я имею в виду за 8 лет последних. Жители Камрата, присутствующие на ослушаниях, задавали вопросы о прозрачности распределения средств и предложили ряд инициатив, которые могут быть включены в бюджет. Возможно ли, чтобы Камрат, Камратский муниципальный совет вышел с инициативой, чтобы создать Камратскую городскую поликлинику? Идея, конечно, неплохая, она стоит больших денег, но я бы хотел предложить ту же идею, но чуть-чуть в более маленьких масштабах. У нас поликлиники, все вы знаете, и взрослые, и пожилые, и всякого рода больные, все обслуживаются в одних коридорах, в одних кабинетах. Я как-то и раньше об этом говорил, отдельную детскую поликлинику. Да, я понимаю, что как советник мы не можем сегодня взять из бюджета 20-30 миллионов, и построить здание, врачи и все, но именно инициатива поднять этот вопрос на уровне исполкованного народного собрания. Глава муниципального совета Георгий Влах заверил, что все предложения будут рассмотрены и учтены при окончательной доработке документа. Все ваши предложения сотрудники премьерии и советники обсудят. Самые актуальные из них будут внесены в проект бюджета муниципия Камрат на 25-й год. Муниципальный совет примет их к обсуждению на ближайшем заседании. Екатерина Михайлова, Вячеслав Каса, Мария Казаку, Новости Герты. Служба персональных ассистентов с начала года была реформирована, а финансирование из госбюджета было перераспределено на региональный бюджет. В бюджете Гагаози на 2024 год средств на выплату заработных плат персональным ассистентам не было заложено. В начале осени депутаты Народного собрания приняли решение перенаправить на эти цели 8 миллионов 600 тысяч лев. Служба персональных ассистентов была создана в рамках социальных инициатив властей и поддерживалась из государственного бюджета. Во время публичных слушаний в Камрате при обсуждении проекта бюджета на будущий год, эта тема также вызвала множество вопросов и рассуждений. Мы прекрасно понимаем, что мы должны сохранить эти люди, в ближайшие нуждаются, чтобы кто-то за ними ухаживал, эти люди, соответственно, которые могут идти на основное место работы, мы должны ухаживать за своими родными, мы должны помочь оплачивать дальше. В бюджете на будущий год по группе социальная защита за счет собственных доходов Центрального бюджета Гагаузии на социальную службу персональный ассистент в количестве 250 штатных единиц запланировано 22 миллиона 552 тысячи лев. По словам главы Управления финансов Гагаузии Татьяны Дойчевой, в течение года неоднократно были обращения в различные инстанции, в том числе парламент и правительство Республики Молдова, с просьбой о выделении средств на финансирование той штатной численности персональных ассистентов, которые содержались за счет некоторых фондов и госбюджета. Это на 115 единиц персональных ассистентов. Пришлось в конце концов за целый год содержать полностью нам. Поэтому и на следующий год мы уже сразу замужем эту сумму. Если какие-то будут предложения со стороны государственного бюджета, то, конечно, мы корректируем, перенаправим. Но, к сожалению, я боюсь, что этого не случится. С 1 января текущего года вступила в силу реформа «Рестарт». Она предусматривает передачу полномочий по оказанию социальной помощи от местных органов второго уровня, кроме Кишинева и Гагаузии, к территориальным органам социальной помощи. В результате работники социальной службы остались без зарплаты и остальных выплат. «Благодаря нашим усилиям совместным, у нас в Гагаузии, то есть, да, мы залили это всё на наши плечи, но это наши люди и люди. В отличие от других районов, наши бенефицианты получают эту услугу». Служба персональных ассистентов предназначена для поддержки людей с особыми потребностями. Эта услуга направлена на повышение качества жизни людей, которым требуется помощь в повседневной деятельности. «Мы не можем оставить без внимания эту категорию граждан», подытожили представители властей Гагаузии. Основные направления в работе примарии в муниципе Чедрелунга в 2024 году – это реконструкция дорожной инфраструктуры. На реализацию этих проектов было направлено около 18 миллионов лей, отметил примар муниципе Чедрелунга Анатолий Топал. «Это средства Дорожного фонда, средства нашего местного бюджета, плюс проект «Левитализация». Это проект, который реализовался через Агентство гражданого развития Гагаузии, финансируемый Министерством инфраструктуры гражданого развития, где часть местокамбината, верхняя часть дворовой территории были капитально отремонтированы. Дороги, если мы говорим про дороги, которые были капитально отремонтированы, это большая дорога Чехова. Заканчиваем работу на улице Сыртмача протяжённых 1200 метров, улица Чкалова 500 метров, за подъезд к дому престарелых, тротуары под улицы Танкистов. То есть в целом, как сказал, порядка 18 миллионов леев, и вот эти все деньги мы планируем освоить до конца года». Жители улицы Георгия Сыртмача отмечают, что теперь передвигаться будет намного комфортнее. Они рады, что именно этой улице местные власти уделили особое внимание. «Я живу на улице Георгия Сыртмача. Это наш гагаузский герой, который спас всю нашу Гагаузию. И я очень рад, что делают у нас улицу. Здесь будет очень красиво. Я думаю, здесь хорошо будет очень. Мне нравится то, что у нас делают эту улицу. По ней будет очень удобно ходить и бегать. Мы будем очень счастливы, когда эта улица закончится. Ну, её закончит ремонт. «Я здесь родилась в Черненуге. Я живу по улице Георгия Сыртмача. Это наш национальный герой, который спас нас от гибели. И я очень рада, что мы живём на такой улице. И то, что нам делают дорогу, потому что это улица, можно сказать, которая показывает то, что мы можем жить. И здесь были дороги не очень. И сейчас это будет прям очень хорошо, что нам делают дорогу. Вот. Я рада». «Мы очень рады. У меня вдвое нуков. Как проснёмся, сразу на улицу. И с улицы не можем идти домой, потому что есть дорога, есть где играться, где находиться. Мы очень рады, что у нашей улицы есть дорожка. Раньше не было ни автобуса, тяжело было. Зимой удобно. Автобус ходит, да, дома приносит. Претензий нет. Люди работают, сделали работу. Мы рады». По словам примара муниципиа Чедерлунга, 90% средств уже освоено. Осталась реконструкция улицы Железнодорожной в районе вокзала. Средства на обновление дорожного полотна выделены из центрального и местного бюджета. Наталья Железова, Сергей Георгиев, Алексей Герчу, Хаберляр. Проект закона АТО «Гагаузи» о бюджете на 2025 год призван обеспечить стабильное функционирование органов местной, публичной и региональной власти, а также публичных учреждений. В таблице расходов появилась ещё одна графа – офис туризма и вина. В проекте бюджета на 2025 год заложены средства на создание офиса туризма и вина. Сумма финансирования нового учреждения составляет 872 тысячи лев. Во время публичных слушаний глава управления эконом-развития и туризма Лариса Червин обозначила некоторые положения будущего офиса. Это будет отдельная юридическая резинка в количестве трёх человек. Кстати, оно прошло через утверждение госнацелярия этот офис. Но в настоящее время сейчас мы раздавали положение, программы положения уже на стадии утверждения. Поэтому основные цели – это, конечно, продвижение туристического потенциала нашего, это продвижение наших культурных традиций, нашего вобильного туризма и так далее. Такие цели и задачи стоят перед самим управлением эконом-развития и туризма, отметил вице-спикер Народного собрания Гагаузии Георгий Леичу. Сказать напомнить вам о постановлении Народного собрания, в котором предложено исполнительному комитету представлять структуру, оптимизированную с учётом тех потребностей и возможностей, которыми обладает Гагаузия на сегодняшний день. На финансирование управления экономического развития и туризма в проекте бюджета 2025 года заложено 5 миллионов леев. Окончательный вариант бюджета на будущий год будет утверждён депутатами Народного собрания. Екатерина Михайлова, Александр Глеков, Мария Казаку, Новости Герты. И о погоде в автономии в завершении нашего выпуска. В Гагаузии ожидается пасмурная погода, пройдёт дождь. Ветер от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха в Камраде днём составит 8 градусов тепла, ночью плюс 2. В Ачатер-Лунге днём плюс 9, ночью 2 градуса выше нуля. В Вулканештах днём плюс 8, ночью плюс 2. А на этом мы с вами прощаемся. Смотрите и читайте нас на сайте grt.md. Следите за нами в Facebook, Telegram и на YouTube каналах. Делитесь с нами интересной информацией. Фото и видео вы можете отправлять нам по электронной почте. grt.efir.mail.ru Мы желаем вам только хороших новостей. Оставайтесь с нами на канале ГРТ. ГРТ.